Это обновление Чрезвычайно важно Потому что, помните, что случилось Во время первой битвы При Гае Об этом стало известно всем До этого Хананеи тряслись от страха А теперь Они начинают Набирать свое сопротивление Потому что они слышали о поражении Израиля при Гае И они думают Ну, может быть, у нас все-таки есть шанс Победить израильтян И вы видите альянсы Вы видите коалиции Которые здесь используются Кстати говоря Смотрите, на юге у нас Аммории Жители гор И у нас Получается Амморийский альянс, если хотите А на севере У нас с вами Хананеи Давайте скажем Хананейская хартия В одном случае будет два А В другом два Х Помогает вам это хорошо Не помогает, ничего страшного Можно не заучивать Но Евеи Изберут другую тактику Вот Здесь Находится Евеи Видите Здесь вот С другой стороны На другой стороне На вершине на самом деле Такое место, откуда очень хорошо Видна вся эта горная страна А вот на другой стороне Иерусалим Итак, Евеи живут недалеко от Иерусалима И царь Иерусалима Когда слышит о том, что происходит Решает действовать И мы с вами сейчас об этом поговорим Евеи будут действовать первыми И они решат уловить Поймать Израиль Мы находимся в Южной Компании Евеи Решат Поймать Израильтян Уловить Израильтян С тем, чтобы Заключить с ними договор То есть, они живут в этой земле А они притворятся, что они из другой земли Они Возьмут старый хлеб Старые меха Старых верблюдов Старых мужиков Нет, простите, нет Все-таки нет Старых мужиков не будет Я тут начал немножко отвлекаться Да А верблюдов точно И они Перепачкаются Как будто они издалека шли И они приходят и говорят Мы пришли Из Далекой земли И все есть виноваты на самом деле Иисус Новин И старейшины Люди Никто не спросил ничего у Бога Они смотрят Слушайте, вы правда из далекой земли? Да, да, да Из далекой Ладно, мы с вами договоримся И они не спрашивают у Бога Очень важный момент здесь этот Очевидно Если ты хочешь быть послушным Богу Ты будешь у Него спрашивать Особенно, когда Все не совсем так, как это должно было быть Важно быть зависимым от Бога во всем И в этих вопросах тоже И Тут, конечно, вина Действительно, вина всех Обратите, пожалуйста То есть повторяется, что это вина И Иисуса Новина И старейшин И Всего народа То есть Это повторяется дважды Здесь повествование Итак, жители Гаваона Теперь заключили Договор с израильтянами Они должны Теперь убивать этих людей Но Бог им говорит С израильтянам Говорит Слушайте, нет Вы поклялись Моим именем И вот жители Гаваона Остаются в своей земле Но они будут слугами Однако Тут интересно Они будут слугами Которые приносят Материалы для строительства Святилища Они будут связаны Со скиней Они будут приносить Все, что необходимо Они будут носить Лес Дерево Воду Для поклонения Это их работа Мы, кстати Не знаем В каком Духовном состоянии Находились жители Гаваона Может быть Кто-то из них был Верующими людьми Но явно Не все Так что Эта история Существенно отличается От истории с Раф Хананеи Эти хананеи Не вполне Посвящены Яхве Но они Оказываются В собрании Израиля И тут Царь Иерусалимский Конечно В шоке Потому что Он думает Ну что-то надо Серьезное делать Потому что Тут вот Гаваон Очень важный Город Перешел К Израилю И он Организует Аморийский Альянс Там пять Царей Мы знаем Что Это не все Этнически Семитские Люди Но в любом случае Это жители Горной Страны Потому что Перечислены Эти города Мы знаем Где они находятся Но Когда мы Смотрим На их Личные имена На их Просто имена Мы видим Что это Например Хеты Там есть То есть Далеко не все Они Семитского Происхождения Так что Этнос Здесь Смешанный Все они Приходят Для того Чтобы напасть На Израиль Но им Сначала Надо Отобрать Гаваон И они Окружают Гаваон И Иисусу Навинам Говорят Помоги Нам На нас Нападают И вот он Будет маршировать Всю ночь И он будет В конце концов В Гаваоне И он освободит Гаваон И текст Здесь Очень Интересный Потому что Опять-таки В тексте Мы идем Вперед Назад Вперед Назад И повествование Рассказывает Нам Очень интересные Вещи Мы с вами Узнаем Например Если мы Откроем Библию Давайте посмотрим Десятая Глава Девятый Стих Можно Прочитать И пришел На них Иисус Внезапно Потому что Всю ночь Шел Он Из Галгала Десятый Стих Господь Привел Их В смятение При виде Израильтян То есть Бог сам Воюет Здесь За Израильтян И они Поразили Их В Гаваоне Сильным поражением И Преследовали Их По дороге К возвышенности Вефарона И поражали Их До Зека И до Македа То есть Тут Перечислятся Перечислятся Два Важных Места Обычно Люди Не обращают Внимания На топонимику Но Смотрите Они Убегают По дороге От Вефарона Бог Буквально Осыпает Их Градом Мы Читаем И Больше Из них Умерли От этого Града Чем От Меча Израильтян То есть Как Израиль Получает Эту Землю Бог Сражается За Израиль Когда Там Бывают Дожди С Октября По Март Плюс Минус Пока Вы Были В Израиле Был Дождь В Некоторых Местах Да Но Он Уже Начинает Заканчиваться Еще Пара Недель И Сезон Дождей Кончится То Есть Вот Так же Оно И Было Тогда То Мы Пришли Весной Был Гай Было Возобновление Завета А Так Это Уже Лето По Крайней Мере Начало Лета Уж Точно Дожди Кончились А Кто Бог Бури Согласно Ханане Ваал Нет Оказывается Уже Не Ваал Но Если Ваал То Он Очень Плохо Защищает Свой Народ Он Действительно Плохо Защищает Обычно В это время Бурь И Дождей Не Бывает И Уж Тем Более Никакого Града Здесь Не Бывает Тем Более Такого Крупного Чтобы Человека Убить Так Что Это Чудо Все Говорят О том Какое Будет Следующее Чудо Но Пока Давайте Разберемся С Этим Чудом В чем Оно Состоит И Зачем Оно Дано Оно Дано Чтобы Показать Что Ваал Это Никакой Не Бог Израильтянин Ни один Израильтянин Никогда В жизни Больше Не Имеет Права Поклоняться Ваалу Потому Что Ваал Не Бог Потому Что Ваал Не Защитил Своих Верующих Потому Что Он Ненастоящий Бог Потому Что Яхва Подлинный Бог Буря Подлинный Бог Дождя Подлинный Бог В принципе Точка Вот Это Первое Чудо На самом деле Ключевое И Оно Полемическое По своей Природе Полемическое Оно Подрывает Авторитет Бога Ваала Бога Бури Или Шторпа Как же Насчет Следующего Чуда Я говорю О том Что Мы Идем Вперед Вперед Назад Обратите Просто Внимание На следующий Стих 12 стих Иисус Возвал Господу В тот День В который Предал Господь Бог Амария Амария В руки Израилю Когда побил Их В Гаваоне И Остановилось Солнце И луна Стояла Доколе Народ Мстил Врагам Своим Нет Или Написано В книге Праведного Стояло Солнце Среди Неба И не Спешило К западу Почти Целый День И не Было Такого Дня Ни Прежде Не После Того В Который Господь Так Слушал Б Глаз Человеческого Ибо Господь Сражался За Израиля Как Они Обрели Эту Победу Первое Бог Сражался За Них Теперь Обратите Пожалуйста Внимание На Это Чудо Когда Иисус Навин Обратился К Богу С Этой Молитвой Хорошо Что Вы Спросили Давайте Вернемся К Этой Карте Вот Гилгау Я хочу Чтобы Вы Смотрели На Библейский Атлус Тоже Вот Гаваон Ступень Вот Здесь Здесь Гаваон Здесь Исралон Иисус Молится И Говорит Солнце Остановись Над Гаваоном И Солнце На Востоке Луна На Западе Какое Это Время Суток Это Утро Это Конечно Утро На Какой-то Другой Планете Может Быть По Другому Но На Земле Это Конечно Утро То есть Это Не То Что Иисус Говорит В Конце Дня Луна Здесь Видна Но Видна Она Только Тогда Когда Идет Восход Солнца Вот При Такой Конфигурации По Хананейским Пониманиям А Это Особое Время Особый Знак Для Хананеев Это Был Звоночек Солнце Встает А Луна Закатывается Кстати Это Происходит Только Один Раз В Месяц И Это Особое Время Особый Знак Для Хананеев Нет Ничего Особого В этом Нет Более Того Хананеи Считали Что Шемеш Бог Солнца И Ярык Бог Луны И Человек Израильтянин Иисус Новин Молится И Все Это Останавливается В небесах Я Не Знаю Точно Я Не Могу Точно Объяснить Динамику Того Что Там Произошло Я Не Могу Сказать Что Было И Чего Не Было Я Могу Сказать Что Солнце И Луна Не Перестали Обращаться Вокруг Земли Потому Что Они И Так Вокруг Земли Не Обращаются Я Я Также Могу Сказать Что Земля Не Остановилась В воздухе Я Не Знаю И Не Должен Знать Что Там Произошло Мне Достаточно Знать Того Что Бог Совершает Некое Чудо Какое Это Чудо Которое Показывает Что Все Это Не Божества Это Просто Небесные Тела И Когда Солнце И Луна Являются В одно И то же Время Это Не Особый Добрый Знак Нет Ничего Подобного Нет Благотворных Дней Как Вот Этот Может Здесь Еще Что-то Происходит Я Не Знаю В Моей Книге О Древних Завоеваниях Я Описал Пять Или Шесть Моментов Которые Там Также Могли Происходить И Которые Не Я Я Я Я Взаимоисключающими В том Числе Я Говорю О Том Что Возможно Здесь Слово День Использовано Образно И Это Можно Подтвердить Из Других Фрагментов Из Других Текстов Но В любом Случа Что же Здесь Происходит Мы С вами Может быть И не Можем Объяснить С Научной Точки Зрения Кстати Еще Одна Вещь Которая Не Произошла Здесь Когда я Только-только Стал христианином Это было В 1772 году Это было Очень давно Я Читал Коротенькую Статью О том Как НАСА Сделала Компьютерную Программу И они Нашли Отсутствующий День И Это Это Все Свели К Потерянному Дню Иисуса Новина Честно Говорю Это Все Ложь Это Все Глупость Во-первых Вы Можете Позвонить НАСА И Они Скажут Нет Мы Этого Не Делали А Во-вторых Да Кстати На Сайте НАСА Тоже По-моему Написано Что Этого Не Делали Во-вторых В одном Университете Кстати Нам Об этом Говорили Исследователи Которые Рассвязывались С НАСА Я просил Тоже Выяснить Этот момент А Еще Одна Вещь Которая Хочу Здесь Сказать Невозможно Найти Потерянный День Если Не Знаешь Полную Хронологию Всего Мира То Нельзя Написать Компьютерную Программу Которая Найдет Отсутствующий День Если Не Знаешь Полный Возраст Земли Если Не Знаешь Все Необходимые Данные Их Просто Невозможно Скормить Программе Потому что Их Нет Это Все Чушь Это Невозможно Как Найти Вот Отсутствующий День Если У тебя Нет Всех Данных Это Глупость Это Чушь ТВ-семинари Благотворительный Проект Наш Общий Вклад Обеспечит Доступное Христианское Образование И формирование Сотен Служителей По всему Миру Поддержите Наш Проект Молитвой Финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти На сайте ТВ-семинари Точка Ком А так Что Перед Нами Два Чуда Град Полемически Показывающий Что Вал Никакой Не Бог Дальше Солнце И Луна Остановились И мы видим Что Шамиши Ярык Это Не Боги И Сам Бог С большой Буквы Управляет Вселенной И Я хочу Здесь Вернуться К тексту Дальше В пятнадцатом Стихе Мы читаем О том Что они Возвратились В Гилгал В Галгал А дальше Следующий стих Возвращается Назад Потому что Если посмотреть На сорок Третий Стих Опять Они возвращаются В Галгал Но это Не то Что они Ушли Потом пришли Потом опять ушли Нет Здесь идет Отсылка Назад Потому что Есть Шестнадцатый Стих А те Пять Царей Убежали И скрылись В пещере В Македе Македа Была Упомянута Уже Где Да Конечно Вот здесь В десятом Стихе Именно Македа Там была Упомянута Значит Мы Отошли Назад К этому Моменту В повествовании Я Просто Обращаю Внимание На Географические Названия Эти цари Будут Скрываться В пещере Их Найдут Они Заблокируют Пещеру Они будут Преследовать Врага А потом Этих Царей Все-таки Захватят Их Повесят На дереве А потом Их снимут Потому что Царь скажет А О том Что Проглядь Всяк Витящий На древе И нельзя Оставлять Их Здесь На ночь Как вы думаете Вы понимаете Почему Это так важно На древнем Ближнем Востоке Неоднократно Совершали Расправы Причем Расправы Страшные Например Снимали Кожу С человека Заживо И Обычно При этом Оставляли Тела Для Зверей Лесных И для Птиц Небесных А Бог Вот Эту Практику Удаляет Никакое Животное Полевое Не сможет Поесть Мясо Этих Царей То есть Их Сняли И их Похоронили Кстати Этот закон Применяется Здесь Я не знаю Другого Случа Применения Этого Закона До Распяти Иисуса Христа В Библии Итак Так Или Иначе Их Этих Царей Казнят Их Погребают И Сначала Эта Пещера Стала Убежищем Потом Их Тюрьмой Потом Их Гробницей Дальше Они проходят Через Целую Последовательность Завоевания Южных Городов И применение Херема К этим Городам Они Захватывают Города И эти Города Перечислены В стихах С 28 По 39 10 Главы Дальше Обзор Завоеваний На юге И дальше Они возвращаются В Галгал Многие Комментаторы Читают Этот фрагмент Не понимая Что же там Происходит Однако Много лет Назад Я обратил Внимание На то Что это Преднамеренное Повторение Преднамеренное В том плане Что смотрите Мы доходим Доводим Повторение До этого места Потом возвращаемся Потом до этого места Мы бы не могли Все пересказать А То есть мы Действительно Движемся туда И обратно Смотрите Вот это Первая часть Потом вторая Продолжается Отсюда И досюда И вот здесь Ее Завершение Здесь завершение Первой части Первая сцена Если хотите Первая часть Если хотите Об этом Подробнее Прочитать Есть Очень хорошая Сцена Эту тему Отправьте мне Просьбу По электронной почте Я вам с удовольствием Пришлю статью На эту тему Которую я написал В 2009 году Ищите нас В поисковых системах По запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok